Вы творите точно такую же дичь. Говорит вам кто-нибудь об этом? Как вы думаете, да или нет? Нет. У меня плохое качество, и я очень стесняюсь. То есть такая неуверенность в себе? Да. Качество, которое тебе надо развить? Уверенность. Это то, из-за чего вы страдаете, убрать и сделать, чтобы вам было хорошо. Не надо придумывать, что делать. Надо взять то плохое, что есть в вашей жизни, что вам мешает жить, и сконвертировать это в хорошее. Вот схема метаморфоз, по которой мы с вами сегодня пройдем, которая является вообще моделью изменений, моделью трансформации. Первое. Аудит ваших сильных и слабых качеств. Второе. Создание карты бытия. Третье. Постановка цель на 3 месяца и на 1 год. Четвертое. Понимание действий, что мне конкретно нужно делать год, для того, чтобы выйти на этот новый уровень. Пять. Создание команды, с которой я неизбежно приду к результату. Пять шагов. Пять ключевых шагов. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся в жизни, это что мы играем слепую. Никто не говорит нам, какую дичь мы на самом деле творим, и что мешает взаимодействовать нам с другими людьми. Мы находимся в том, что философы называют «кажемость». Кажемость – это восприятие нашей, это наша субъективная реальность. То есть нам со стороны никто не говорит, какую дичь мы творим. Мы этого не видим. И когда мы действуем из своей картины мира, нам становится тяжело. А на новый уровень мы хотим выйти вот за рамки этого угла восприятия. Нам надо туда. Но чтобы выйти туда, нужно опираться на мнение, на ощущение, на взаимодействие с другими людьми. То есть вот у вас есть друг, который творит дичи, для вас это очевидно. Что у него есть какие-то качества или какие-то его поступки, которые он творит, и этим он, очевидно, для вас сам портит себе жизнь. Есть у вас опыт, что вы пытались ему об этом сказать. Приводило это когда-либо к результатам? Нет. Очевидно ли для вас, что это качество для него разрушающее? Как вы думаете, понимает ли он это качество? Нет, он его не понимает. Иначе бы он этого не творил. Кто-то жестит с людьми, кто-то слабовольный, кто-то постоянно находится 100% времени в негативе и во всем ищет. Кому-то ты говоришь, пошли, давай, поехали, погнали. А он говорит, нет, мне надо, у меня по плану массаж кота сегодня. Ты говоришь, поехали, там семинар. Он говорит, да, это... Или там какой-нибудь друг ваш, который на все новое, что вы говорите, говорит, да это фуфло. Есть такое? Ну, это все, это все развод, это все вот... То есть любое новое, любое что-то для него... Для вас очевидно, что он закрыт. Что он закрывает себе возможность увидеть что-то другое. Для вас это очевидно. А для него это очевидно или нет? Для него это не очевидно. И как вы думаете, способен ли он из своей кожуры выползти сам? Да или нет? Нет, это невозможно. Как вы думаете, у вас таких... Вы такую дичь не творите? Вы творите точно такую же дичь. Говорит вам кто-нибудь об этом? Как вы думаете, да или нет? Нет. На самом деле нет. Нормальные люди вам об этом не говорят. Потому что есть определенные правила человеческого поведения, которые не... И не волнуйтесь, люди все эти ваши качества прекрасно видят. Но у них есть свои, у вас есть свои, и об этом не принято говорить. Видеть, но молчать. Почему никто не говорит вам обратную связь? На то, что в действительности... И вы понимаете, он страдает, ему плохо, и при этом он не хочет увидеть тех качеств, из-за которых он страдает. Парадокс. И он в этой скорлупе продолжает барахтаться и продолжает что-то делать. Первое. Почему нам не говорят обратно? Да, мне лучше знать. Или мы ценим людей по результатам. Типа от того, кто миллион зарабатывает, я обратную связь приму. А если ты 50 тысяч рублей зарабатываешь, нет, извини, я тебя не буду слушать. Или просто иди-то, я тебя не буду слушать, да? Просто закрытость веселая. Духовные люди есть всегда. Я лучше всех знаю. Я лучше всех себя знаю, я сам себе дам обратную связь. Я сам себя проанализирую. Или такие люди, ну давай, скажи мне правду. Внимательно слушаю. Допустим, вы задались вопросом, что мне в себе улучшить. Пошли к маме. Мама говорит, да ты у меня молодец, иди супчик покушай, Алешенька. Потом вы идете к своей паподруге и говорите, что мне в себе улучшить? Она говорит, ничего, ты совершенство, ты полное отражение меня. Вы идете к друзьям, что в себе улучшить? Они говорят, больше пить с нами. Это не обратная связь. Что такое обратная связь? Для того, чтобы выявить, первое, надо понять, то есть до того, как ставить цели, до того, как понимать, куда мы идем, необходимо понять, что в вашей текущей реальности, какие качества, которые у вас есть сейчас, являются камешком в вашем ботинке. Какие качества мешают вам жить? Когда вы их увидите, вы поймете, что цели вы будете ставить для того, чтобы их проработать. Вам необходимо понять, какие качества тянут вас вниз и какие качества, наоборот, являются вкладом в других людей. Какие качества сильными вас являются, потому что у каждого из вас они есть. Кто-то сильный, волевой, может поставить цели пахать. Кто-то круто общается, может поддерживать разговоры в коллективе. Вот, когда я собираю обратную связь, я пишу ребятам такой скрипт своим друзьям. Ну, вот, рассылаю 20 людям. Напиши 5 негативных качеств, которые, если я уберу, то смогу выйти на новый уровень, которые мне мешают и которых я не вижу, которые мешают мне в взаимодействии с людьми выйти на новый уровень. И в чем это проявляется? Напиши мне также 5 позитивных качеств, которые, наоборот, сильные, которые позволяют мне двигаться вперед, на которых мне стоит сконцентрироваться, которые мне помогают в взаимодействии с людьми выходить на новый уровень. И в чем это проявляется? 5 качеств, которые, если бы я развил, то это вывело бы меня И в чем это проявилось? Мы берем и рассылаем. Вот я рассылаю людям, с которыми я много взаимодействую. Вот от этих я сразу получаю, от мамы с папой чуть попозже. И вот как это выглядит. Вот Миша мне пишет, например. Пять тормозящих качеств. Эгоцентричность, высокомерие, жестокость, обидчивость, нарциссизм. Супер, в точку, хорошо. Пять качеств драйверов. Справедливость, проактивность, креативность, душевность, открытость. Супер. Идем дальше. Хотите послушать обратную связь на меня? Нет. Насколько, этим я хочу показать, насколько точно, особенно если люди рядом с вами развиваются, да, я немножко в теме. Насколько точно видят близкие люди нас? Насколько они понимают нас? Ну, сейчас мы пройдемся по остальным и к этим вернемся. Дайте экран. К звуковым вернемся, пока текстовый посмотрим. Вот, брат, да, мне дает обратную связь? Закрытость. Я думаю, самое главное, остальное считай мелочи. Второе. Фокус на себе. Тре. Как-то чувствуется, что ты знаешь, как лучше, даже не выслушившись ситуацию. Не знаю, как это объяснить. Может и правильно, может и нет. Но иногда это негативные эмоции возникают. Раз. Быть настоящим, да. Вот брат скидывает развернутую обратную связь. Хорошая. Стойкость духа, решимость, постоянность. Иногда сменяющаяся непостоянством. Готовность быть вкладом. Честность. Она вместе закрыта, но она все равно большая. Честность. Идти на риск. Хорошая. Дальше продолжаю собирать. Качества свои. Сильный, упорный, лидирующий, честный, любящий. Что вы видите? Что вы видите в этих обратных связях? Вы видите, что есть повторение определенное. Что разные люди, не сговорившись, говорят в принципе одни и те же вещи. Вот я беру все качества, которые мне дали люди. И объединяю их в такую таблицу. Видите? То есть это то, что вы будете делать на тренинге в том числе. Вы берете, просто скидываете это все в одну огромную таблицу. И на первом этапе вы просто выписываете все и просто повторы объединяете. Вот эгоцентричность 3, закрытость 3, фокус на себе и так далее. Что мешает, что ведет вперед, что надо развить. В следующем мы начинаем объединять по смыслу пункты. И на следующем шаге мы из этого это превращаем вот в это. То есть если, что мне мешает? Это закрытость внутри себя, а первое, реактивность, оно же непостоянство. Такая вспыльчивость, смена курса резкая. Нереализация истинной в себя. Что ведет вперед? Сила, честность, любящий, креативный, открытый, намерение трансформировать мир, страстность, несогласие с посредственностью. И вот эта вот штука очень интересная, видите? То есть на основе обратной связи я выявляю для себя и сам понимаю, что да, для меня это ключевая точка. Первое. Постоянство, чуткость, радостность, открытость. Вот три моих негативных качества. Вот те качества, которые мне необходимо в себе развивать. То есть вот я выявил их. На самом деле я их сейчас любящий и радостный, я объединил их в одно. И после этого я понимаю, что те цели, которые я буду ставить в течение года, они будут нужны мне для развития именно этих качеств. Изменения. Вот приведу примеры по другим людям. Анализ. Вот Оля Белова, да, пришла 100 тысяч, кредит на кредите, колл-центр по созданию лидов для бизнеса. Забирающая, нездоровая, жесткая, эгоистичная, закрытая, нелюбящая. Это та точка, с которой мы начинаем с ней работать. И вот она через 75 дней работы. Вот ее качество, которое мы для нее определили на основе анализа, который ей необходимо было в себе развивать. Здоровая, любящая и воплощенная. Это качество. Дальше по качествам, следующим шагом мы проставляем цели. То есть если мы понимаем, что у нее главное качество, которое ей в себе надо развивать, это здоровая, то какие цели мы скорее всего будем ставить для нее? Цели, связанные со здоровьем. Вы видите, да, вот это вот резкое изменение. Как вам кажется, стала она более здоровая? Очевидно для вас, что она стала намного более любящая, нежели жесткая вот здесь. Да? Вот Андрей еще один из наших участников. Вот в точке А он находится. Грустный, слабый, закрытый, находящийся в тяжелой ситуации очень, не может вырасти, постоянной депрессии, семья, ничего не радует, вырасти не может. То есть ощущение слабости, бессилия. Вот положительное качество. Посмотрите, разница между этими фотографиями примерно 75-80 дней. Видите? Раз, два. Другой человек. Видно? Очевидно? Здоровый, открытый, воплощенный, смелый, честный и целеустремленный. То есть для него также важно было быть здоровым, также открытым и воплощенным. Через это он достиг финансовую цель. Разница. Итак, вот первое, что каждому из нас необходимо для себя сформировать, свое понимание. Какие качества мешают мне жить, мои сейчас? Какие качества мне надо развить, чтобы выйти на новый уровень? Всем привет, Кирилл. Качество раз-два. Позитивное, да? Нет, качество, которое мешает жить и которое тебе надо развить, чтобы выйти на новый уровень. Реактивность. Я у тебя увидел реактивность, и это как раз... Ну, то есть я загораюсь, море энергии, вдохновлен, потом что-то не получается, идет обесценивание и полный упадок. Какое качество тебе надо развить, чтобы выйти на новый уровень, ты считаешь? Упорство. Упорство. Возможно, хорошо, спасибо, похлопаем. Дальше, я просто сейчас разные ваши варианты хочу послушать. Как вы сейчас думаете? Вы же сейчас без анализа это делаете, да? Поэтому как вы предполагаете? Меня зовут Дарья. Раз-два просто. Я кондитер, и я... У меня плохое качество, и я очень стесняюсь. То есть такая неуверенность в себе? Да. Качество, которое тебе надо развить? Уверенность. Уверенность, воплощенность мы это называем. Воплощенность – это такая расслабленная уверенность, когда ты знаешь, чем ты занимаешься, когда все на мази, все вот... Преусловно, что я не могу признать того, что я занимаюсь тем делом. Я кондитер, я занимаюсь тем делом, которое мне очень нравится, и люди восхищаются мной, но... Но не ты сама. Да. Это нормально. И меня это стесняет очень сильно. Понятно. Ну, то есть ты понимаешь, в причинах мы на метаморфозах будем разбираться, копать, как мама-папа влияет на это. Сейчас нет времени у нас, но ты понимаешь, что это так. И ты понимаешь, что когда... То есть, а что такое уверенность? Уверенный человек, смотрите, качества нет без руководства к действию. Как я действую, прям уверенный человек, он что делает? Какое главное – качество уверенного человека. Он разве не ошибается? Уверенный боится или нет? Конечно, боится, так же, как и все. Но что делает уверенный в себе человек? Он постоянно делает итерации, попытки. То есть раз, два, три. Дарья, вот, например, ты когда встала, сейчас подняла руку, ты проявилась как уверенный человек. И твоя задача – это максимальное количество попыток в течение года постоянно делать. Понятно, да? Все, похлопаем, молодец. Дарья, да? Даша, хорошо. Идем дальше. Я вам показал сейчас, ну, чуть-чуть. То есть, что я вам хочу, какую мысль я вам хочу донести? Что пока вы не понимаете для себя качество, которое является камешком в вашем ботинке, что бы вы ни делали, какие цели бы вы ни достигали, вы все равно будете упираться в это качество. Кто-то из вас закрытый, кто-то из вас стеснительный, кто-то из вас забирающий, кто-то из вас обесценивающий. Давай я тогда голосом сейчас тебе надиктую. Смотри, значит, ну, лидерство, уверенность, сила – это, ну, те вещи, которые тебя ведут вперед, и ты за счет них ведешь людей за собой. То есть, они видят и чувствуют, что ты можешь лидировать, брать ответственность, как бы, ну, и чувствуешь, куда людей вести. То, что касается честности, ты в любой ситуации всегда остаешься на стороне правды. Это очень сильно. Это единственный, наверное, как бы правильный путь всегда по жизни идти. Правда, ты всегда ее придерживаешься. Это большой респект тебе. Результативность. Ну, для меня ты человек результата. То есть, важен результат, а не то, что, как это, по пути к нему или в сторону от него. То есть, вот это для меня, как бы, качество результативности, мне кажется, в тебе и делает, в БМе, ну, и саму методологию, то, что другие люди достигают результатов. Значит, по мешающим, реактивность, да, то есть, ты бываешь, ну, ты можешь впасть в какую-то реакцию, то есть, на даже незначительное событие, которое в глазах окружающих выглядит мелочью, для тебя оно кажется внутри серьезным, важным, каким-то неудержимым. Ты впадаешь в эту реакцию, хотя можно было эту историю, например, решить, ну, с меньшими энергозатратами для тебя, для всех. И, возможно, иногда даже, как бы, на этой реакции ты, не до конца разобравшись в нее, впадаешь. То есть, она пустой бывает. Закрытость. То есть, не всегда можно до тебя донести какую-то мысль. То есть, если ты не в настроении, или ты не хочешь на какую-то тему разговаривать, это, ну, это бывает бесполезно. Хотя в текущий момент, например, там, для окружающих это может быть очень важным вопросом. Но постоянство – это вопрос, как бы, опоздания, какие-то вещи, которые меняются. То есть, это вопрос долгосрочной стратегии, которая может быть зафиксирована, и длительное следование ей для того, чтобы получить максимальный результат. То есть, вот эту историю, если удерживать, да, то есть, постоянство в своих целях, взглядах, желаниях. Я понимаю, что для тебя это очень сложно, но, мне кажется, эта история может помочь и тебе, и, опять же, окружающим, и компании, и бизнесу, и другим, там, тысячам, миллионам людей, которые есть, во-первых. Круг нас, чтобы какие-то важные вещи, которые не удается делать за короткий промежуток времени, были возможны к реализации. Жестокость, эгоизм. Ну, мы все, наверное, как бы, в какой-то степени эгоисты. Вот, это фокусировка на себе, делание того, что я хочу в моменте. Не всегда, ну, как бы, коли что спросил, как бы, это открыто. То есть, есть моменты, когда, если у тебя нет желания что-либо делать, либо ты хочешь сделать что-то конкретное, а вокруг люди просят или хотят, или контекст того требует, чтобы было как-то иначе, ты будешь делать то, что ты хочешь. Порой я понимаю, что это для того, чтобы себя привести в состояние, в котором ты максимально эффективен. Не все это понимают люди, и многие воспринимают это как такое, типа, ну, типа, ему на нас насрать. Жестокость, ну, ты бываешь жесток с людьми, то есть, да, ты говоришь им правду, глаза, но не все это выдерживают. Многие, как бы, и потом приходится собирать, они, как бы, ну, им тяжело, в общем, от этого. Для них сильный удар, потому что ты сильный человек, и ты сильно бьешь. Людям от этого бывает очень тяжело порой. Ну, вот я постарался тебе вот эту штуку, как бы, расшифровать, да, вот на мой взгляд, если, если удастся прокачать вот это постоянство замыслов, идей, целей, стратегии, зафиксироваться и двигаться, ну, как бы, соблюсти постоянство, да, то есть, постоянство, регулярность каких-то действий, то результаты могут быть космическими. Я думаю, ты это, когда к марафону готовился, тоже мог прочувствовать то, что ты за короткий период времени сделал невозможное для себя действие, да, то есть, невозможный результат в моменте, но когда ты этим занимался с регулярностью, повторяем, это стало возможно. Мне кажется, это можно отмасштабировать и учитывая твою интуицию, учитывая твою силу, видение, и если его зафиксировать и в рамках его двигаться, какой-то продолжительный период времени, я думаю, что это будет, ну, как бы, беспрецедентно. Вот, надеюсь, тебе помог, на самом деле, хотел бы от тебя при возможности аналогичную обратную связь получить. Для меня это было бы тоже очень ценно. Спасибо, хорошего дня тебе. Спасибо, Петя. Классно, да? Я там, ну, у меня их есть много. Кто услышал что-то, вот, вы поняли, что такое обратная связь, да? Вот, кто услышал, ну, и сделал какие-то выводы, инсайты, почему это важно, и почему это вот, почему это важно, почему это круто, почему это здорово? Да. Сергей, это та сама территория, про которую ты говоришь, которая... Если ты мог бы погромче говорить, было бы круто. Это та самая территория, при которой ты говоришь, что ты не видишь эту зону. Это закрытая территория, на которую человек идет с шорами, и он просто ее не видит. И тогда он понимает, что, как бы, когда ему дают обратную связь со стороны, которую люди ее видят, он понимает, что это то, что он не видит. Как тебя зовут? Сергей. Сергей, отлично. И ты заметил еще, что ведь о многих вещах, если ты человек развивающийся, ты как бы знаешь, что это так. Ты знаешь, что ты где-то так проявляешься. Но когда тебе дают четко, раскладывают по полочкам, в каких действиях это как проявляется, ведь ты наносишь, ты жесток, ты не потому что, потому что ты хочешь быть жестоким. Вообще никто из нас не проявляет вот эти негативные качества, потому что мы хотим это делать. Что такое зло? Как вас зовут? Никита сказал, да? Зло это отсутствие добра. То есть зло это несовершенное действие, это несовершенный поступок. Никто специально не делает зло. Это просто несовершенно. То есть нет холода. Холод это отсутствие тепла. Зло это отсутствие добра. И никто из нас не хочет этого делать, но мы делаем этого, потому что мы этого не видим. И когда нам 20 человек раскладывают по полочкам, и мы это систематизируем, меняет это нас в моменте или нет? Конечно. Ну, как бы жизнь наша от этого не изменится, если мы на это посмотрим. Но мы понимаем карту, в какой точке мы находимся, с чем нам надо иметь дело. Потому что что такое метаморфоза? Это то, из-за чего вы страдаете, убрать и сделать, чтобы вам было хорошо. Не надо придумывать, что делать. Надо взять то плохое, что есть в вашей жизни, что вам мешает жить, и сконвертировать это в хорошее. И ты правильно сказал о том, что мы не видим этого. Я хочу вам подчеркнуть, что как важно, когда вы даете обратную связь, по полочкам разложить, в чем это конкретно проявляется у человека. То есть как он в жизни так делает и поступает. То есть разложить ему на уровне практики. Спасибо, Сергей. Вот это критически важно. Раньше мы ставили цели. Да, пожалуйста, туда микрофон. Раньше мы ставили цели, всем одинаково, по одному принципу. Сейчас я понимаю, что цель – это всего лишь инструмент развития нужного качества. Слышите? Это инструмент развития нужного качества, который, если вы его разовьете в себе, то это выведет вас на принципиально новый уровень. Вы наблюдаете мою трансформацию в последнее время? Вы же видите, что меняется что-то? А почему оно меняется? Оно меняется как раз. Например, одно из качеств. В прошлом году я стал работать над качеством, которое называется любящий. Я, блядь, не понимал, как с этим качеством работать просто. Говорят, любящий, открой свое сердце. А ты такой, как нахер я буду открывать вам сердце? Результаты, факты – это то, что я люблю. Как это? Они говорят, открой, ну, разговаривай на уровне души. Он такой, как? Они не могут. Я на год себя поставил. Я стал книгой по этому поводу. То есть я отнесся к качеству, которое мне надо развить, с от всей ответственностью. Я стал читать книги по этой теме. Я стал в словаре смотреть, что это такое. Я стал, я прошел, наверное, тренингов 10 по развитию этого качества, так или иначе. И, естественно, в момент познания я стал разбираться в этом качестве лучше. То есть, и как видите, в моем списке оно теперь, раньше оно было, раньше бы это качество занимало лидирующую первую позицию. Сейчас оно на втором месте. А на первое место вышло другое качество. Вы поняли, что такое постоянство вот в этой интерпретации? Что ты верный своим стратегическим целям, когда ты делаешь шаг каждый день и отступая. Да, я не хочу сегодня, нет, этого не существует. Да, пожалуйста, вы хотели что-то сказать. Вот опять же, вы говорили, нужно себя слушать. А когда мы будем брать обратную связь, как понять, на каком именно качестве из всего того списка 20 человек сконцентрироваться? Их, по сути, будет 3, может 4, может 2. И как понять, какие именно? Еще раз. Как понять, какие именно качества из обратной связи? Вот я 20 человеком буду писать. Качество, которое стало лидером. Одно качество вас соберет больше всего. Видите, если я говорю про постоянство, то оно набирает, объединяя все качества, разные друг с другом, по смыслу. У меня в конце остается всего 3 или 4 качества. И видишь, возникает, что постоянство 5, чуткость 5, радость 4, открытость 3. Понял. Это автоматически происходит. И то, что вы чувствуете, да, вы чувствуете. Но вы чувствуете, что если жизнь... У меня нет противоречия, я не знаю. Идем дальше. Все, микрофон сюда. Спасибо за комментарий. Похлопаем. Хлопайте друг другу хорошенько, да. Вот дальше составляется такая карта. То есть я развиваю карту. Да, вот мне надо развивать постоянство. Вот я накидываю, там какие цели, действия мне нужно к этому. И вот к чему я прихожу в итоге. Вот моя карта развития на год. Исходя из моего анализа. Я, Петр Валерьевич, есть постоянный, любящий и радостный, открытый мужчина. 362 дней писать о каждом приеме пищи отчет за день. Это первое важное, да. Я разбираюсь с питанием. Суперважная для меня вещь. Прозрачная. И можешь есть что угодно. Просто должен каждый прием пищи сфотографировать и переслать специалисту, который за этим следит. Понимаете, какая это мерзкая штука? То есть это чувство стыда тотальное формирует. Практика более 30 минут в день. Это цигун и все, что с этим связано с утра, это меня настраивает. Тренировки 4 дня в неделю, 2 книги в месяц, отчет за день и вставать до 7 утра. То есть все это направлено на то, чтобы распределить свой день таким образом, чтобы делать регулярные практики и постоянно, вот это на качество постоянства. У меня уже здесь нет денег. Но это только потому, что последние 7 лет у меня постоянно стояли деньги. И я эту мышцу оттренировал уже. Все отчеты, что будет, если я не пишу, что-то не делаю, штраф 100 тысяч рублей. Если более 10 раз я факаплю, то договор обнуляется. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok